здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики и гости моего канала кто любит активный и комфортный отдых на природе это видео специально для вас не так давно я приобрел вот такие два надувных коврика точнее один самонадувающийся коврик а второй соответственно уже полноценный надувной матрас приобрел я на смену туристического коврика у такого плана старенький который уже со временем теряют свою актуальность и решил приобрести именно эти компания называется натурхайк извиняюсь если как-то не так назвал компания китайская но несмотря на это она уже достаточно неплохо себя зарекомендовал среди туристов и любителей активного отдыха давайте чтоб долго не томить я для начала взвешиваю каждый из этих ковриков потом попробую надуть и что-то о них расскажу давайте начнем с более объема 950 950 на 950 и этот видно надеюсь будет 600 660 ну 660 грамм соответственно надувной полноценный матрас будет потолще у него толщина 8 сантиметров у самонадувающийся коврика толщина два с половиной сантиметров то есть вот этот и как вы видите в объеме и весе значительно выезжают но все равно это тоже куда-то на рюкзачок можно будет подвешить страшного ничего вот этот уже в рюкзак совершенно спокойно поместится и особо веса у вас не займет ну давайте попробуем сейчас надуть и затем разберем чуть поподробнее так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Получилось у нас вот два таких замечательных коврика Сразу хочется показать разницу в толщине Думаю, существенная разница Так, если вот этот коврик удалось накачать с помощью вот такого насоса своеобразного Который в комплекте, кстати, шел Это не гермомешок Я сомневаюсь, что он может работать как гермомешок Просто такой насосик То вот этот уже сам полноценно не надуется Пришлось немножко поработать легкими Несколько глубоких выдохов И он полностью накачан Но к этому матрасику, коврику Шел такой ремкомплект Клей И Несколько заплаток, я так понимаю Или одна Точно непонятно Так, что еще Хочется отметить Подушка есть Как у этого, так и у того Правда, здесь она несколько Несколько поменьше И хотелось бы Вот именно про этот немножко поговорить Я точно не могу сказать Брак это или не брак Но Надуть легкими У меня его получилось с трудом То есть Приходится Зажимать Ну вот, наверное, будет Если слышно Приходится зажимать Вот тогда он работает Непонятно, с чем это связано Клапан такого плана Или что Не пойму Так, именно вот на этом Я еще Им не пользовался А вот Тот уже брал В командировку И В полевых условиях Я его Поиспользовал Когда на нем Лежишь Именно вот На оранжевом До конца Он Не прогибается То есть До земли Ваше тело Вообще Никак не достанет Даже если он Накачан Будет не до конца Вот на этом Как я сказал Я еще Не экспериментировал Но Кстати Я вот попробовал Полежать Подушку Полностью Конечно Лучше не надувать Потому что Неудобно Шея Сильно Наклоненная Получается И неудобно Затекает Вот А на том Вполне удобно Подушка Такая Комфортная Еще Можно Какую-нибудь Кофту Например На нее Положить Правда Со временем Она начинает Сползать Скользковатая Маленько Короче Подушка Основание Для подушки Вот так Ну В принципе Буду использовать Можете Также На основной Канал На мой Подписаться Где могут Быть Какие-то Выезды Выходы На природу Где Может быть Они попадут В кадр Этот канал У меня Дополнительный Обзор Такой Просто Так скажем Сходу Получился Ну Тем не менее Может быть Кому-то Будет Полезно Не забывайте На основной Канал Зайти Посмотреть Мои Адские Ночевки Походы Выходы И другие Полезные Лесные Видеоролики Так что Друзья Большое спасибо За просмотр Надеюсь Кому-то Было Полезно Интересно Посмотреть И Выбирайте Для туризма Правильные вещи До свидания Друзья До скорых Встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...